Королева трамвая. Сегодня выбрали лучшего водителя электротранспорта в набережных Челнах. Этот конкурс профмастерства проводят раз в два года. Среди участников только девушки. Сначала они издавали теорию строения вагона, правила дорожного движения, а также приемку вагонов. Сегодня сели за руль. Итак, кто она победительница конкурса? Об этом далее. Даю старт. 18 девушек, водителей трамвая, вышли на дистанцию. Теория позади. Осталось дать практику. На трассе вагоновожатым необходимо применить экстренное торможение. Для этого здесь установлены три светофора. Загореться может любой из них. Это эффект неожиданности. Водитель должен подобрать такую скорость, чтобы избежать наезда вот этих красных линий. Этот участок дистанции дался далеко не всем, и большинство девушек заработали штрафные баллы. Что, светофор проехал? Кто? Я? Не знаю. Наверное, поздно загорелся. Также вагоновожатым необходимо было произвести техническую остановку для перевода стрелок. Конечно, конкурсантки только имитировали это действие. Правда, им необходимо было проговаривать каждое свое движение. А за соблюдением скоростного режима на маршруте наблюдал контролер. Нужно, конечно, знать устройство трамвая. Надо знать конкретную трассу именно проезжать, как ее проехать, где тормозить, с какой скоростью. Самое-самое – это было ожидание. Это было очень волнительно. Как только села на вагон, так это сразу волнение отошло, и все. Надела перчатки и в бой. Среди участницы – победительница прошлого конкурса профмастерства. Также Светлана Хананова на всероссийских соревнованиях в 2011 году заняла второе место. Даже молодые девочки в этом году пошли на конкурс. Они многому после этого конкурса научатся. Они на линии будут уже работать немножко по-другому. Но бывает, что вагон ломается. Всякое бывает. И если ты не знаешь строение вагона, ты просто сам не сможешь устранить неисправность. После трех с половиной часов соревнований стало известно имя лучшего водителя трамвая. Без удачи не бывает ни на одном конкурсе. Если нет удачи, если ты даже знаешь все, можно сделать ничего, должна быть удача. Я готовлюсь всегда ответить. Теперь Светлану ждет Волгоград. В конце сентября там пройдет всероссийский конкурс. Но нашей королеве трамвая придется постараться. Ведь трасса и задания там намного сложнее, а пробный заезд всего один. Елена Портнова, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны. Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ.